Профессиональный пловец учит не бояться воды, но первым делом все же напоминает о технике безопасности. Тренер Григорий Тащиян по опыту знает, большинство учеников на первых занятиях не умеет даже держаться на поверхности. Я еще в роднике учился на море плавать, вот это на соленой воде. В этом году тренер третьего разряда обучает второклассников по областной программе всеобуча. Все поддаются, все нормально учатся, у всех красиво получается. Топы некоторые боятся, но со временем, скажем, на втором, на третьем уроке уже снимают нарукавники. Помнишь, как ты разворачиваешься, становишься на втором. Дети начальной школы посещают такие уроки по плаванию бесплатно. Леша Белышов пока без нарукавников плавать не умеет, но уже пытается освоить технику кроля, браса и баттерфляя, как папа. Он плавает ногами, гербет и на спине плавает. Чтобы почувствовать себя, как рыба в воде, у школьников 12 часов. Это полтора месяца постоянных тренировок. На первом этапе второклассники учатся держаться на воде, а в третьем и четвертых классах совершенствуют навыки и разучивают виды плавания. Во время занятий учителя спортивных школ присматривают себе будущих чемпионов. Чем больше детей занимается плаванием, тем больше возможностей для селекции у тренеров. Это значит, что больше вероятность, что талантливые дети попадут в спорт высших достижений и будут прославлять Ростовскую область на чемпионатах мира, олимпиадах. На всеобыч ежегодно будут тратить 27 миллионов рублей из областной казны и еще 9 из местных бюджетов. В этом учебном году по программе заниматься в бассейнах начнут 16 тысяч школьников. Мы научим плавать всех детей в Ростовской области. Значит, меньше будет таких случаев несчастных, когда дети тонут на водных объектах. Чтобы в бассейнах могли плескаться все донские второклассники, не хватает еще 40 плавательных комплексов. До 2015 года по областной программе развития физкультуры появится еще 9, в том числе и в отдаленных районах региона. Заниматься там смогут 18 тысяч детей.